Девушки отдыхают Ну как бы свидетельствуют о том, что сегодня необычный день Что сегодня праздник даже А вот в душе бывает так, что ты как-то праздника не находишь Садишься в машину, включаешь привычную радиостанцию Там тебя поздравляют Там какие-то, ну, актуальные для сегодняшнего праздника, может быть, песни звучат Какие-то слова люди правильные говорят тебе Приходишь в церковь, слышишь тоже вот как бы торжественные праздничные псалмы Смотришь, зал украшен А в душе как-то буднично Поэтому если рады, то это замечательно Если нам сегодня мысль о том, что мы вспоминаем о рождении Спасителя Доставляет искреннюю настоящую радость, это хорошо Но согласитесь, может быть и не так И может быть в нашем зале даже есть кто-то Кто, ну, не хотел бы даже признавать, что сегодня внутри-то на самом деле буднично О буднично, хочу радоваться о будничном Хочу, чтобы все это приводило меня в восторг, а как-то не нахожу внутреннего отклика Надеюсь, что немного таких В этом вопросе, в вопросе на то, как я отношусь к празднику То, какое мое внутреннее расположение Большую роль играет, определяющую роль играет Мое отношение Отношение к предмету К сути того, о чем, какой бы то ни было праздник Он возвещает и говорит Не знаю, как у вас А для меня, например, каждый Новый год, именно Новый год Это вообще непонятный праздник Рождение, мое день рождения Для меня вообще непонятный праздник Я не понимаю, что я праздную в этот момент Но извините, вот такой вот я, может быть, неправильно мыслю Я хочу задать следующий вопрос Какое отношение ваше Как бы вы, какими бы словами вы свое отношение описали К родившемуся Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу Я не спрашиваю сейчас, кто он там Спаситель, Мессия и так далее Нет, не об этом речь Речь идет о вашем отклике на то, что вы знаете о Христе Вот для себя, своими словами Сейчас вспомните, может быть, одно слово Может, это предложение будет Вот как бы вы определили свое отношение К родившемуся Иисусу Христу, к родившемуся Спасителю Тот текст, который я хотел бы сегодня, чтобы мы читали Который предлагаю нам открыть Он имеет в себе все необходимое Чтобы нам удалось оценить и, может быть, даже верно охарактеризовать Собственное отношение ко Христу Он может подсказать нам, каким отношение это должно быть И в чем оно может быть выражено То есть, какой реакции ожидает Бог от меня На весть о том, что рожден Спаситель Что в этом Спасителе мое собственное спасение Вот какой эта реакция может быть И Слово Божие нам подсказывает, что ожидает Господь И давайте мы откроем первое послание Иоанна, пятую главу Я буду читать для начала первый стих, потом еще один стих Прочту чуть позже Первая Иоанна, пятая глава, первый стих Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него Услышали вы эти слова, друзья? Вместили их? Давайте еще раз прочтем Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него Вот в этом тексте, как я сказал, содержится ключ К подходу, к пониманию Что же для нас может означать праздник Рождества Иисуса Христа И здесь апостол, евангелист, затрагивает очень щепетильный вопрос Это вопрос с чудом связанный С чудом рождения Он говорит здесь о родившем отце Он говорит о родившемся Христе И о ком еще говорит? Третьи действующие лица кто? Рожденные от Бога Я думаю, что мы можем подставить свои имена здесь, правильно, да? Знак равенства Рожденных от Бога Но когда читаешь этот текст То есть мы видим, что как-то очень просто вроде бы похоже на то, что может показаться так Что Иоанн как-то просто представляет себе, что такое рождение свыше Вот сами посудите Он говорит Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден Слушайте, тогда рожденных от Бога очень много получается Если вот только на этом остановиться Дальше он говорит Что всякий любящий родившего То есть любящий То есть имеющий какие-то верные отношения с Отцом Небесным Будет любить рожденного от Него Христа Вот как-то очень все несложно в его представлении Но однако он не останавливается только на этом И дальше вот в этой главе И мы будем чуть позже читать еще один текст Он как бы объясняет, что же он имел в виду И объясняя, вот он подсказывает Если так вот я не буду это зачитывать Так просто напомню Он подсказывает, что Вот ключом здесь мы видим Ключом здесь звучит слово любовь Любовь между человеком и Всевышним и Творцом Вот подумайте об этом Он ставит как аксиому Как ну вот неизменное правило Говорит, что всякий любящий родившего То есть уже должна говорить о любви к Отцу Небесному Будет любить рожденного от Него О любви ко Христу И дальше он говорит о любви к людям И говорит, что признак Вот как понять Вот мы же читаем Писание Я думаю этот текст все читали А ну вспоминайте Как понять, что я люблю Отца Как понять, что я люблю Христа Ну можно говорить о каких-то возвышенных чувствах О какой-то радости Что у меня какое-то ликование Это хорошо, если это есть Но он здесь довольно прагматично так подходит Знаете, как-то даже очень сухо объясняет Что такое любовь Ну мужчины может согласятся с этим Женщины считают всегда и считали Что любовь это нечто Ну это нечто с эмоциями А здесь о чем идет речь Вспоминаете? А он подсказывает и говорит Что это есть любовь к Богу Чтобы мы что делали? И исполняли заповеди Послушайте Другого он не предлагает варианта Он не говорит о том, что Выучи стих и расскажи его Приготовь проповедь И это будет любовью к Богу Я не знаю там Но еще как-то прояви себя Не об этом он говорит Он говорит о том, что Если ты действительно любишь Бога Если ты действительно любишь Христа рожденного Ты будешь исполнять заповеди его А все остальное Это уже не совсем то Что он ожидает от тебя Знаете, еще меня заинтересовало Здесь вот утверждение Иоанна Он говорит о том, что Всякий верующий Уже рожден от Бога Верующий, что Иисус есть Христос Уже рожден от Бога Согласитесь, это серьезное утверждение А вот теперь давайте посмотрим На 18 стих этой же главы Вот здесь он начинает уже Более пристально подсказывает На что обращать внимание Чтобы оценить Собственное отношение Состояние и положение 1 Иоанна, 5 глава, 18 стих Он говорит о неких признаках Которые сопутствуют Или присутствуют в жизни Того, кто таки рожден от Бога Вот тот, кто рожден от Бога У него будут некие Этому рождению будут некие свидетельства И это в 18 стихе задержится Мы знаем, что всякий Рожденный от Бога Не грешит Но рожденный от Бога Хранит себя И лукавый Не прикасается к нему Очень такой интересный текст Где Иоанн вот эти вот признаки Как бы перечисляет Их немного вроде бы Их три Но если о них задуматься Вот об этих вот признаках Того, рожден ли я от Бога Или нет Вот тут можно так Осмыслить, подумать Вот если просто Вот даже в таком сфере В таком срезе Поставить вопрос Я понимаю, что это не очень хочется делать Иоанн подсказывает Эти вот всего лишь Три небольших признака Но насколько они сложны И существенны Давайте мы сейчас попробуем увидеть И вот первое утверждение Которое здесь говорит Иоанн Говорит, что рожденный от Бога Не грешит У меня сразу возникает Много вопросов по этому поводу Не знаю, как у вас Может вы более свободны, чем я По отношению к тому Что здесь говорит Иоанн Мне больше нравится Иаков В этом вопросе Знаете, вот Иаков так честно и прямо говорит Все мы много согрешаем Помните эти слова? Вот когда читаешь эти слова Ну да, ну вот хотелось бы Что не быть в числе этих всех Но раз все То и мне чуть-чуть можно Ну и мне чуть-чуть простительно А может я даже меньше, чем все Будут согрешать И не так все плохо со мной Вот это как-то ближе Мы тут видим для себя Ну какое-то облегчение, что ли Какой-то выход Какое-то объяснение Почему я, может быть, не таков Каким должен был бы быть А вот Иоанн Как-то очень бескомпромиссно говорит Рожденный от Бога не грешит Я себе задаю вопрос Вот это вот не грешит Это надо как понимать? Как вы думаете, друзья? Вот как это понимать? Это надо понимать буквально? Или может быть много Но и если Вполне могут все объяснить Почему все-таки иногда он грешит? А может быть это при каких-то обстоятельствах не грешит? Слушайте, а может быть это два часа На рождественское служение он не грешит Сидя в зале? Ну как минимум же Ну как минимум Но во всяком случае Видимых грехов же не делаем Что же это он имел ввиду? Потому что если Как понимать Иоанна буквально Если вообще не грешит То тогда под вопросом А сколько же тогда Рожденных от Бога? Согласитесь, я мало вижу Ну не знаю, как согласитесь ли вы Но я мало вижу в своей жизни Совсем не грешащих христиан И я один из таких Которых вот нельзя сказать, что не грешит Поэтому я говорю, что ближе то, что говорил Иаков Но с другой стороны Иоанн утверждал, что всякий верующий Что Христос есть Сын Божий Что Иисус есть Христос Уже от Бога рожден И он говорит, что рожденный от Бога не грешит Вот как бы сложное такое для понимания места Если на этом остановиться На этом утверждении Но он еще дальше развивает свою мысль И вот как он говорит Но рожденный от Бога хранит себя О, слушайте, а это уже более понятно, по-моему Может потому и не грешит, что хранит себя А может быть тогда не грешит Когда хранит себя И вот тут справедливый вопрос можно задать А когда я последний раз Осмысленно подходил к своей жизни К тому, чтобы хранить себя Я уже не говорю о не грешить Хотя бы хранить Хотя бы сохранить Хотя бы удержаться от чего-то Прилагаю я в этом усилия Есть у меня в этом опыт Есть в этом ли вопросе какой-то прогресс Могу ли я сам как-то измерить Свой путь в этом направлении Или может быть я плыву по течению Хранит себя Очень интересное состояние Я думаю, что речь идет о выборе А о смысленном выборе христианина И этот выбор для него будет иметь какую-то цену Такой человек, как правило, согласен На какие-то житейские потери Но не согласен на потери в духе Вот подумайте сейчас, друзья Что вы готовы потерять? Благословение или тысячу долларов? А чем вы больше расстроились бы? Если шли и в кармане вдруг не стало Или вдруг поняли, что потеряли благословение? Я понимаю, что не нужно, может быть, все это ставить сейчас на одну чашу весов Могут быть как такие, так и такие потери Но если мы говорим о выборе хранить себя То этот выбор всегда будет подразумевать некие потери в житейском плане Но я не хочу терять в духе Вот потому я и храню себя Вот здесь нам примеры, подсказка Это поведение Христа в пустыне Когда он был искушаем от дьявола Помните после крещения вот это вот событие? Такое очень интересное событие само по себе Я хочу, чтобы вы подумали о том Что предлагал дьявол Господу нашему Иисусу Христу? А предлагал он ему то, за что сегодня многие люди готовы душу свою продать Он предлагал сытую жизнь Он предлагал власть И он предлагал славу Все то, за что сегодня люди разменивают любые ценности Ну, я сейчас уже утрирую Вы понимаете, у каждого свои какие-то границы Есть те, кто вообще беспринципные в этом вопросе Вот ради славы, чести, ради красивой жизни на все пойдут Есть те, кто не так решительны и сдержаны более Тут надо, конечно, в каждой ситуации индивидуально Но принцип-то понятен Что предлагал дьявол Христу? То, против чего люди никогда не могли устоять Ну, не могли люди устоять Он опытный, он знает, что предложить Друзья, а вы думаете, корзина предложений Новогодних и рождественских у него изменилась на сегодняшний день? Думаете, чем-то другим наполнено? Он вам предложит то, что вы больше всего хотите Я хотел бы обратить внимание на То взамен Что взамен он просил от Христа Он никогда не дает ничего просто так Лукавый Что он просил взамен от Христа Помните? Слушайте, он предлагал такие видимые блага Реально позволяющие в жизни устроиться Ух как! А взамен просил что-то вообще невидимое Люди это и не заметили бы Он просил то, что определяло отношения сына с отцом Он просил, слушай, вот от этого откажись Мы говорим о поклонении Что он просил поклониться ему А речь шла об отношениях Он хотел разрушить отношения сына и отца И сегодня у него корзина предложений не изменилась И принцип остается этот таким же За духовное За духовные блага и благословения Нам часто приходится расплачиваться Неким плотским житейским комфортом и удобствами Но за плотские привилегии Мы никуда не денемся от того Что придется рассчитываться и духовным В том числе И тут вопрос уже К кому что не жалко Тот то и отдает Для кого что ценнее Тот то и выбирает Интересно как-то сказал Давид Это известные его слова 118 Псалом 9 стих Как юноши содержать в чистоте путь свой Ответ помнят все Хранением себя По слову твоему Рожденный от Бога не грешит Но рожденный от Бога Хранит себя Слушайте, Давид это уже понимал Может быть он не понимал о рождении Он не понимал о спасении Он мало что знал о благодати Он мало что понимал о тех вот библейских доктринах Вот таких Которые мы сегодня рассуждаем Но он знал принципы отношений с отцом Он говорит хранением по слову Хранит себя И вот еще одна характеристика Очень для меня тоже интересная Которая как говорит Иоанн Присуща рожденному от Бога человеку Он говорит что Лукавый не прикасается к нему Вот это тоже сложный текст Такой для поверхностного восприятия Скажите, друзья Я себе вот так задаю вопрос А кто или что может помешать ему прикоснуться? А в чем эта неприкосновенность выражена? И ответ у меня один Ефесянам 27 В книге Послание в Ефес Вот главу забыл Там с 27 стиха по-моему Какой-то главы написано И не давайте место дьяволу По-моему 4 или 5 вылетело из головы И не давайте место дьяволу Слушайте Очень интересно Да? Вот не давайте место дьяволу Как будто бы от моего выбора Вот так вот этот текст звучит Как будто от моего выбора Реально что-то зависит Слушайте, как будто от вашего решения Реально что-то зависит Это же серьезно Я так понимаю Что не прикасается только по одной причине Нет такой возможности Вот нет этой возможности Получается, когда мой выбор Осознанный выбор Хранить себя А не поступать по плоти Какие-то возможности В духовном мире у дьявола Отнимаются Отнимаются Я не знаю, как это действует Я не знаю, как этот процесс работает Я не знаю Но похоже на то, что именно так оно и действует И вот пример этому Иов Я хочу вспомнить этого интересного Такого благочестивого человека Хороший человек Хорошую праведную жизнь вел Сам Бог его заметил И заметил лукавый ходил, ходил, ходил Кругами, кругами ходил А прикоснуться не мог Пока отец Пока Бог не разрешил ему Ну вот по неким соображениям Но мы видим, что был диалог Разговор Вот по своей инициативе Не мог прикоснуться Ну не мог И даже когда Бог допустил коснуться Имущества его Этого человека Мы видим, что Иов Очень хорошо держался Больно, тяжело Испытания сложнейшие Но он держится Он держится, как верующий человек И потом, знаете, вот как Последняя капля в море Когда Господь разрешает Прикоснуться к телу самого Иова Говорит Души не трогай А вот к нему можешь прикоснуться И вот тогда Некий надлом происходит В этом человеке Совсем сложно и непонятно Ему становится И вот когда я читаю Текст Это как обетование звучит Иоанна, то что мы прочитали Что лукавый не прикасается К нему То мне хочется верить Что речь идет о том Что в нашей жизни Не будет вот таких вот Прямых прикосновений Как были В случае с Иовом Во всяком случае Несанкционированных Богом Несанкционированных Недопущенных Но я себе задаю Еще один вопрос Как понимать Например слова Апостола Павла В том же послании В Эфес Где он говорит Что Нужно одеться во всеоружие Помните Облечься во всеоружие Чтобы что сделать Для чего оно нужно Чтобы угасить Все раскаленные Стрелы лукавого И он говорит Что у нас для этого Есть всеоружие Для этого есть Доспехи необходимые Щит Броня И так далее Помните Вот все необходимое есть А речь идет О каких-то стрелах И я для себя Когда всегда читал этот текст У меня что-то Знаете Вот такая мысль была Вот я насмотрелся фильмов Начитался книг Допустим еще в детстве Там в юности И Щит как работает Одел щит Или броня Отражает Все отлетает Тебе никакого вреда нет Да Вот она защищает тебя А вот Размышляя в этом контексте Над этими словами Павла Я для себя увидел Интересную особенность Там написано Возможете Угасить Раскаленные Стрелы лукавого Речь не идет о том Что в тебя ничего не попадет Что ты ничего не почувствуешь А речь идет о том Что ты не воспалишься от этого Вот подумайте Пламенные стрелы Раскаленные стрелы Огненные стрелы Они не только Пронзают Они еще и зажигают И вот Господь говорит Что мы как верующие Будем защищены От этого вот Распространения Этого адского пламени Ощущать будем Вот эти вот попытки Вот эти вот Вонзания Но не будет Главного Не будет продолжения Не будет развития Почему? Почему? Потому что есть все необходимое Данное Богом И что интересно Не написано Что Бог будет отражать Эти стрелы за меня Я делаю что хочу А Он отражает Написано Вы возьмите это все оружие И вы Возможете Угасить Эти стрелы Может показаться Что мы Вот эта тема Которую я сейчас затронул Может показаться Что она не совсем Подходит к Рождеству Но это на самом деле Не так Потому что Иоанн В этом тексте Который мы прочитали И не в одном тексте Кстати в четвертом стихе Этой главы Он говорит что Рожденный от Бога Побеждает мир И сия есть победа Победившая мир Что? Вера наша Это уже результат Он в принципе С результата и начал Он говорит Рожденный от Бога Победитель Иоанн здесь говорит О нашем отношении Об отношении К Отцу Небесному Об отношении К Христу И соответственно Уже можно говорить Как следствие Нашем отношении К празднику Вот данному празднику Сегодня Сегодня мы говорим О Рождестве Иисуса Христа Мы приветствуем Друг друга Хорошими словами Христос народывся Отвечаем еще более Красивыми словами Слови моего А какое мое отношение Отношение К Отцу Отношение К Христу Чем его можно описать Знаете Если говорить Простым языком Очень упрощая Я знаю Что это неприятно Может будет Некоторым Как-то неприменимо Я и не прошу Этой риторикой Пользоваться В своей жизни Просто вот сейчас Небольшое отступление И пример Если говорить Простым языком Сегодня день Рождения Иисуса Христа Мы соучастники Радости Этого именинника Мы как бы Приглашены На пир На вот этот Самый праздник Им самим Приглашены Я хотел бы Чтобы мы Вот как задумались На свой праздник На свои дни рождения Если мы их празднуем Кого мы приглашаем Да мы же приглашаем Тех Кто нам не чужой Правильно Нам хочется видеть Тех С кем у нас Есть какие-то отношения Какие-то связи Гости Как правило Пришедшие Что делают Они выражают Почтение Тому кто их Пригласил Вот эти подарки Эти добрые слова Поздравления Пожелания Они что значит Это почтение К тому Кто виновник Торжества И вот Иоанн здесь Описал С его точки зрения Единственно Правильный Способ Путь Выразить Своё почтение Рождённому Иисусу Христу Дело в том Дело в том Что наше отношение К спасителю Родившемуся спасителю Является плодом Сокрытых наших отношений С ним Вот в духе Наше отношение К празднику Определяет Наше отношение К виновнику Торжества И в заключение Я хотел бы Вот что сказать Я надеюсь Что сегодня Для нас праздник Действительный праздник Я думаю Что это так Но если Это так Если Рождество Иисуса Христа Для нас Это праздник То это только По одной причине Как говорит Иоанн Потому что Ты рождён от Бога И будучи Рождённым от Бога Ты не грешишь Не грешишь По той причине Что хранишь себя Это твой осмысленный выбор И лукавый Не прикасается к тебе Он может нервно Стоять в сторонке Он может переживать По этому поводу Он может манить тебя Какими-то искушениями И пожеланиями Он даже может В тебя какие-то стрелы Пускать Но для тебя Ценное остаётся ценным Важное остаётся важным Вечное остаётся вечным Временное Нужно Временное Без Него никуда Временное Оно манит Временное Способное о себе Громко напоминать Но как бы ни было громко Это напоминание Не звучало Рождённый от Бога Человек Дорожит отношениями Которые есть между Ним И Его Спасителем Между Ним И Отцом И помнит Что Действительное Свидетельство Моей вот этой вот Ценности В глазах Что Христос Мой Спаситель Будет Моё поведение Мои действия Моя жизнь Мой выбор Если я ценю Всё то Что сделал Для меня Господь Я буду хранить Себя для того Чтобы не грешить Я так себя буду хранить Чтобы не грешить И чтобы лукавый Не мог прикоснуться Потому что ему Не будет повода Не будет места Когда у него Есть такая возможность Уже непредсказуемо Что выльется Его прикосновение И вот Иоанн Об этом и говорит Он говорит Что всякий любящий Родившего То есть Отца Небесного Будет любить Рожденного От Него И он говорит Что любовь К рожденному Это исполнение Его заповедей Другого не дано И всякий рожденный Он обязательно Будет бодрствовать Над тем Чтобы сохранить Вот это вот Важное Ценное Он не будет Готов К размену на мелочи И да поможет нам Господь Сегодня Вот когда мы Празднуем Вспоминаем Праздник рождения Вот этого Господа нашего Спасителя Иисуса Христа Самим себе Трезво Как-то дать оценку Своим отношением В духе Внутри Это невидимо Это никто не знает Это не надо Никому являть Это невозможно Объяснить людям Даже Моих отношений С рожденным Моих отношений С родившим Критерии проверки Предлагает Иоанн Не грешит Хранит Лукавый Не прикасается К нему Да поможет нам Господь в этом Быть трезвыми Честными Смелыми И способными Прославить Рожденного Господа Аминь Завершилось Богослужение Подошла к концу И наша С вами встреча И мне остается Только пожелать Вам успехов В делах Хочется пожелать Обильных Божьих благословений Желаю вам Веры в действии Оставайтесь с Богом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин